МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здоровенькие булы, я Жека Художник, и это не совсем артрешка. Да, я понимаю, вы все ждёте артрешку, и она вот-вот уже будет. Но порой от треша уже начинает ехать крыша. Именно поэтому порой хочется что-то посоветовать. И сегодня я поговорю с вами о достаточно культовой вещи. Приведём пример на Матрице. Не согласиться с тем, что Матрица действительно культовое кино, просто невозможно. По сей день мы видим тонны отсылок, пародий и копипасты на Матрицу. Все эти слоу-моу, длинные кожаные плащи, а порой даже концепция. И кто бы мог подумать, что всё это появилось куда гораздо раньше. В анимационной японской ленте под руководством режиссёра Мамура Оси Призрак в доспехах. Субтитры сделал DimaTorzok А вот вам не кажутся знакомыми все эти моменты? А всё потому, что братья Вачовски в своё время после просмотра Призрака в доспехах отреагировали приблизительно так. Белись! Шедевр! Гениально! Это превосходно! Я сниму свой призрак в доспехах! С блэкджеками-шлюхами на зерву Матрица! Да! Надо сделать операцию по смене пола. А главное, что теперь уже брат и сестра Вачовски этого абсолютно не отрицают. И так, как и любое японское аниме, первоисточником у него является манго. Японский комикс, который написал Масамун и Сирот. Первый номер, который вышел в 1989 году и закончился уже в 1991. И манго стала настолько крутой, что через время компания Production AG решила экранизировать её в полнометражный анимационный фильм. 18 ноября 1995 года вышел он, Призрак в доспехах. И это было нечто. И в общем, сюжет данного аниме гласит, что в 2029 году все люди стали гиперкрутыми и вживили себе киберчипы в голову, с помощью которых они могут сидеть в глобальной сети и общаться между друг другом, даже не выходя из дому. Или выходя из дому. Вообще, как угодно, где угодно они могут сидеть и общаться между собой. А также очень большая часть народу взамен своим обычным телам взяла себе роботизированные кибер-тела. Единственное, что от них осталось прежнего, это их Призрак. Все воспоминания, чувства, эмоции и прочее. Которые были перенесены в кибер-тела. И есть такой отдел, его все называют 9-й отдел, это Бюро общественной безопасности. И славится он тем, что в нём работают одни лишь только киборги. Ну там есть всего один чувак, он человек, он единственный человек. Но да, это не столь важно. И однажды в этой глобальной сети, именно той, в которой сидит каждый абсолютно человек с помощью кибер-чипа в своей голове, обнаруживается хакер. Который вовсе потом оказывается не хакер, но я не хочу спойлерить. И наша главная героиня, майор Мотоко Кусанаги, берётся за это дело. И в общем, тут всё, я остановлюсь. Дальше пойдут лишь только одни спойлеры, если я продолжу. Я могу сказать только лишь то, что это круто. Это нереально круто, это охренительно смотрибельно. Это просто вообще зашибись. Что можно в целом сказать про призрак в доспехах? Это отличная киберпанк-история с элементами психологии и детектива. Отличнейшая анимация и мощный, мощный саундтрек Кенжи Кавай. Естественно, после успеха такого аниме, компания не могла остановиться на одном аниме. И в 2004 году вышел сиквел под названием «Призрак в доспехах. Невинность». А в 2008 году вышел своего рода ремейк под названием «Призрак в доспехах 2.0». В котором была обновлена графика рисунка, замена звукового ряда, а также 20% аниме состояло из 3D-моделек. И это смотрелось сериально хреново. А в 2002 году вышел сериал под названием «Призрак в доспехах. Синдром одиночки», который тоже стал очень крутым. И в 2004 году мы уже видели продолжение этого сериала под названием «Призрак в доспехах. Синдром одиночки». И в 2006 вышло завершение этого сериала в полнометражном мультфильме «Призрак в доспехах. Синдром одиночки». Как оригинально, да? А с конца 2013 года по ТВ начали транслировать мини-сериал под названием «Призрак в доспехах. Появись». Который будет состоять из 4 серий по 50 минут. И уже был объявлен даже второй сезон этого сериала. Ну и естественно такое культовое произведение не могло обойтись без игроадаптаций. А, и манго, манго, чуть не забыл. Манго тоже получила кучу сиквелов там всяких, которые я даже не читал. Приятно осознавать то, что у довольно-таки древнего произведения «Призрак в доспехах» по сей день есть фанаты, и мы можем увидеть тонны косплееров, просто идиотов, а также тонны пророгий отсылок и взаимствования в кино и игровых произведениях. К слову, которые были даже до Матрицы. К примеру, «Пятый элемент» релудала с мультипаспорт. И даже Ностальджи Критик в одном из своих четырёх фильмов пародировал «Призрак в доспехах». Минусы могут проявиться только из-за завышенных ожиданий. Ведь когда мы говорим слово «Матрица», мы вспоминаем тонны, горы экшена, которого в «Призраке в доспехах» куда гораздо меньше. Ну и не стоит забывать о том, что, как любая культовая вещь, «Призрак в доспехах» делался не для массового зрителя. Ну чё, ёб ты, блядь, вот вам и чёткое кинцо. Блин, столько всякого вам рассказал о «Призраке в доспехах», поэтому... Я погружаюсь. Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok